Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла, фьюзинг-анна. Добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. Это то, что я приготовила на сегодня. Сегодня я что-то прямо уж расстаралась. И вообще, в принципе, мне вот эти все запеканки в микроволновке в этой форме прям зашли-зашли. И вообще, короче, ну обо всём по порядку. Так, сегодня салат в меню, как всегда, должен быть обязателен. И он присутствует. И в нём, кстати, есть капуста. Вы её не видите? Я её тоже не вижу. Но она там есть. Просто получилось так, что где-то за час до того, как я начала всё это готовить, мне попался разрезанный вилок капусты на глаза. И случилось вот это вот всё самое страшное. Короче, я не знаю, сколько я сожрала этой капусты. Вот честно говоря, это просто какой-то капустный психоз. Вот честное слово. Она была такая сочная. Она была холодная с холодильника. В такую жару просто, ну вот, мне кажется, самое лучшее на свете. Кроме капусты вот так вот холодненькой в жару. Хороши ещё только свежие огурцы. Вот вообще вот конкуренты. Ну огурцов, кстати, почти не было. Ну просто они мне не попались. В общем, короче, капуста пошла в расход. До салата она не дожила. И в итоге здесь маленький гологубчик, немного помидор. Потому что помидоры пошли тоже на два блюда. И, в общем, здесь одна зеленуха. В том числе щавель. В общем, всё, что есть на огороде. Рукола. Рукола очень классно. И посчитано здесь, в общем, целом помидор и ложка замечательного, самого лучшего на свете, рыжикового масла. Кстати, вот не знаю, как оно произносится. Рыжиковое, рыжикововое. И вот пишу, короче, как мне нравится. Так, и это пищевые дрожжи. Конечно же, пищевые дрожжи кончаются. Не знаю, пока ещё вот ничего не заказывала. Так, и вот сегодня я сделала вот такую штуку. Это, в смысле, капустное, цветной капусты пюре. Оно такое зеленоватое, потому что сама капуста такая странненькая. Она какая-то у меня была очень такая, ну, непонятная, в общем, какая-то переросшая. И в итоге я её сорвала, чтобы она вообще во что-нибудь не выродилась, в конце концов. И она уже всё-таки замороженная была, то есть из морозилки вытащенная, размороженная. Капусту я предварительно, в обязательном порядке, в подсолёной воде сварила, почти до готовности фактически. Потом измельчила в блендере. И всё ещё это залила потом сливками жирными. И в микроволновке всё это догнала. Ну, и сливочного масла это всё заполировало, конечно же, вообще для полного вообще восторга. В итоге, короче, это вот имитация картофельного пюре. Сама по себе вещь просто бомбически вкусная. То есть вот капустная, цветная капуста со сливками и сливочным маслом, это просто идеально. И что-то я ещё про эту капусту хотела сказать. Ну, в общем, короче, капуста сегодня вообще везде рулит, короче. А, в итоге, почему вообще, собственно говоря, я сделала сегодня пюре, потому что наконец-то я съела тыкву прошлогодние. Это просто вот день в календаре, наверное, надо отметить. В общем, а хотелось вот что-то, у меня куплены сливки, хотелось что-то со сливочками. Прям грибы было просто лень размораживать. Хотя, конечно, грибы со сливками, это вообще отдельная песня вообще. Ну, а тыква тоже со сливками, это тоже отдельная. Но, вот, короче, вот, короче, вот то, что, короче, из того, что было, куда применить сливки, я имею в виду. И сегодня ещё опять же приготовила. Это запеканочка, то есть залитая, кстати, в вчерашнем рецепте тоже были яйца в этом, с баклажановой запеканки. Ну, в общем, короче, это, да это как омлет, короче, это. Ну, там ещё внутри колбаска. То есть сливочным маслом помазала форму, колбаски туда нарезала, помидорку положила сверху на колбаску свежего. И залила это всё двумя яйцами и ещё и твёрдым, в смысле, брынзой, короче, это всё ещё свежим сверху намазала. Такой, короче, это омлет пицца, как бы, я бы сказала даже так. Вот, ну, на десерт семечки и горький, пригорький, правильный шоколад. Вот такой сегодня получился обед. Всё это, естественно, в рамках КБЖУ, в рамках текущей кетопропорции, то есть до 50 грамм жидких, о, жидких, господи, углеводов вообще, в принципе, да. Ну, вот эту вот сожранную за час до обеда капусту мы по-любому не считаем. Именно это способствует тому, что я вот так вот могу её и захомячить, так сказать, вне программы. На ужин будет, скорее всего, рыба. Также продолжаю ещё там, по-моему, и ясь, и судак у меня там всё уже приготовлены. Ну, и какой-то салат, конечно же. Ну, а так, кета рулит. Магия вечно. Магия – это отсылка к моему новому YouTube-каналу, на котором я рассказываю всякое разное. Эдакое добро пожаловать. Огромное спасибо всем, кто пишет мне комментарий, ставит лайки, подписывается, делится моими видео и, в общем, короче, просто смотрит. Огромное-огромное всем спасибо. Магия вечно. Всем привет. Пока-пока. До встречи на моих каналах. До встречи на моих каналах.